сегодня переписывался с одним украинцем нормально абсолютно такой пацан то есть не никакой агрессии ко мне нету ничего у нас с ним такое ровное общение было я думаю что он высушник скорее всего и вот он мне пишет пытается убедить меня в том что россия проиграет говорит скоро весна ты подожди скоро весна и крымский мост все будет из нищена я вот так вот считаю думаю господи когда же вы в конце концов очнетесь когда же вы поймете что вы как мотыли на огонь горите в этом пламени войны вообще как я говорю дружище говорю как ты можешь вообще надеяться на то что вы кого-то там можете победить первое воевать нужно хотя бы с равным себе против ну или слабее да когда у тебя есть шансы победить и второе воевать надо своим оружием а не ходить как поберушка по всему белу свету глянчить отовсюду я говорю даже из этих позиций вы слабы вам никогда в жизни не победить крымский мост если для тебя уничтожение крымского моста станет победой для россии над россией ну окей дебилы ну совсем просто не задумываются над тем что ну отдача вот сила действия она не равна силе противодействия в данном конкретном случае как ты прешь против россии с голой жопой здесь сила действия будет равна силе тройного противодействия вот в чем дело я говорю ну вот пока вы это не поймете вас будут уничтожать методично уничтожать до последнего он говорит вот посмотришь ну окей посмотрим так жаль ребят вообще просто за что кинуть непонятно что им там в воду подсыпают что-то блять когда они успокоятся когда они осознают свою беспомощность в этой ситуации грузовую вас юзают просто вашими руками пытаются ослабить россию до последнего до последней капли украинской крови вот это война и оставить и остановить это можете только вы никто и иной пока вы это не поймете не осознаете господи что с ними там совсем да печальная история ротацию которую вы сушники так ждали сегодняшние кассетные обстрелы накрыли полторы тысячи человек там просто куча трупов никакой ротации теперь на фронт не приедет это прям ротация была высушная ротация которая все так долго говорили которую все так ждали потому что там уже некоторые по два года сидят везунчики счастливчики представляете он два года находится на фронте каким-то чудом там выжил и теперь он этого не дождется его не поменяют банально не поменяют ужас